Всем салютик, друзья! Вы на канале Кексович. Салют, друзья! Мы тут с Руди решили поиграть в такую игру прикольно. Игра называется «Невозможная игра в кальмара». Ребята, здесь стеклянный мост. И я думаю, что многие уже играли в эту игру. И мне она, знаете, по душе пришлась. Мы с Кексовичем что-то весь вечер вчера в неё заседали. Да мы красавцы вообще. Руди, ты что так прыгаешь-то? Я рискую. Короче, суть игры в том, есть стеклянный мост. И нам нужно угадать, на какую же стекляшку нам с квадратик нам прыгнуть. Потому что один... О, вот я свалилась, Тём. Да потому что ты рискуешь много, Руди. Я рискую, потому что в начале самом там, в принципе, не сложно. Там можно порисковать, потому что потом можно догнать остальных. Поэтому я пока не боюсь. О, пока получается. Так, подожду, ребят. Чё-то я так ушла. Кто хочет пройти вперёд, ребят, пожалуйста. О, отлично, отлично, проходите. Да, вот нам нужно вон эту кучку догнать, Руди. Да, мы сейчас догонимся. Смотрите, какие все смелые, все бегут вперёд. Просто круто. Но самое прикольное то, что когда ты доходишь до... Боже, Руди, ты чё творишь-то так? Подожди, Кексович, я запомнила. Сейчас, подожди. Так, ребят, давайте, давайте. Слушайте, нас так много прыгает. Когда ты доходишь уже почти до финала, то уже никто не хочет прыгать. Знаешь, что я сделаю? Я вот сюда встану и помогу другим ребятам, чтобы они допрыгали до нас. Ты такая добрая, Руди. Конечно, Кексович. Ведь нам нужно много народа, чтобы кто-то потом рисковал своей жизнью ради нас. Мы самые добрые ютуберы, люди, Руди, то есть Люди-Руди. Это называется тактика. Ну, конечно, тут все такие. У всех такая тактика. Никто не хочет рисковать, но всё-таки находятся такие люди. Ну, в принципе, мы немного прошли, на самом деле. Хотя ты знаешь... Нет, ну можно подрисковать ещё. Вот видишь, пацанчик прыгнул и не получилось. Итак, ребят, кто смотрел игру в кальмара? Либо... Да я думаю, уже все знают сюжет этого фильма, этого сериала. Что там было? Не помню сколько. Пять испытаний, по-моему. И там был вот этот стеклянный мост. Да, был этот стеклянный мост, где люди должны были на время, на время, представляете, пройти его, прыгнуть. Это, конечно, жёстко, я думаю, представляете? Кто-то отгадывал, и все, конечно же, прыгали на эту стекляшечку. Но кто-то не отгадывал. Ну, я думаю, чтобы так бы все стояли, как мы сейчас стоим, и всё. Руди, ты чё делаешь-то? Я хочу помочь тем ребятам. Смотри, они тоже хотят. Главное, не забыть, куда дальше прыгать. Они дальше прыгают, чёрт, я забыла. Подожди, сюда, сюда, а потом туда. Так, подожди. Блин, ребята, на самом деле здесь мозг как будто отключается. Ты путаешься в этих квадратиках и просто забываешь путь. Вот сейчас я помню. Я прыгаю сюда, а потом чисто прямо, да? Или нет? Я забыла? Ауди, ты чё? О, нет-нет, всё, я вспомнила. Вот сюда, да. Всё. Фу, господи, слава богу. Ребят, я провела компанию. Ура-ура. Скажите мне спасибо. Спасибо, Руди. Мы чуть не померли. Ты вот начинаешь тут. Так, нормально, Кексович. Всё, смотрите, мы идём дальше. Это очень прикольно. Нас ждёт уже та впереди компания. Смотри, как они нам прыгают, нам рады. Ну, конечно, они же думают, что мы сейчас придём и поможем им. А там денёжка-то впереди нас ждёт, да? Да-да-да. И мы можем купить много-много беляшов. Конечно, Кексович, вот сейчас вот прям о белюшах я и думаю. Так, смотрите, какие крутые, какая классная компания. Давай уже прыгай, не отставай от них. Смотрите, вообще круто. Вот, Кексович, я тоже думаю рискнуть. И чё мы с тобой прыгаем за всеми, как эти? Ну, как это? У нас тоже своя функция, Руди, мы тут народ приводим. Ну, народ, знаешь ли, уже не ожидается, как бы там, недалеко. Хотя не факт, они могут нас догнать. Вот эта кучка сзади нас. Они, мы можем здесь долго стоять, и тогда они нас догонят. Слушайте, вообще, как мы круто прыгаем. У нас появился смельчак, вожак, он нас ведёт. Я не против, пусть ведёт. Ребят, напишите, играли ли вы в эту игру с этим одним испытанием, с этим мостом. Как ты думаешь, Кексович, мы пройдём? Смотри, девочка, молодец, смелая. Да, красотка, инспектую, давай дальше прыгай. Толпа ждёт, толпа ждёт, Кексович. Тёма, как эти, не знаю, как хвостик за ними прыгаем. Ну, давай, рискай руки. Только отцепи меня тут ставь. Нет, Кексович, только вместе и только навсегда. Мне кажется, мы прошли уже половину, даже больше. Короче, это, пишет, право или влево. А сама не прыгает, девочка, ты написала? Вот. И кто-то реально, если прыгнет, так как она говорила, и не проваливается, и всё правильно, она отгадала. И она такая пишет. Ну, я же говорила. Короче, Кексович, я, наверное, тоже хочу прыгнуть. Мне уже как-то неудобно, что-то все прыгают, а мы с тобой не прыгаем. Да, мне как бы удобнее всё. Право-лево, право-лево, Кексович. Я не знаю, знаете, здесь нет какой-то комбинации такой особой. Здесь всё вообще интуитивно ты должен отгадывать. И всегда мост по-разному. То есть мост разный, комбинация всегда разная. Короче, ребят, я буду прыгать, Кексович, право или лево? Мне кажется, право. Вот это прямая, потому что мне пацаны туда тянут почему-то. Рудя, может, не надо, пожалуйста. Нет, я прыгну, я прыгну, потому что мы долго стоим. Я не отгадала. Вы видели, ребят, я прыгнула и вместе со мной прыгнул мальчик. Мы одновременно прыгнули, да почему? И он у него, он, короче, отгадал, а я не отгадала. Это фиаско, Руди. Это всё, это всё, что надо было вам знать, ребят, о моей удаче. Ты знаешь, Кексович, мне кажется, мы с тобой догоним их. Потому что они там будут стоять долго, медленно, будут прыгать, думать. И сейчас наша компашка будет их догонять. Есть, ребята, я привела вам ещё компашку, встречайте. Ну да. Руди, что ты делаешь? Итак, ребят, мы догоняем ту группу, которую мы только что покинули. И нас так много. Ребят, ну помогите нам. Я ничего не помню, Руди. Есть, мы догнали, мы догнали их. Круто, нас теперь так много. И мы теперь точно пройдём, наверное. Короче, мы сейчас поможем вон той кучке дойти, и нас будет просто огромная куча. Так, а те ребята, смотри, сзади, которые, они не могут решить, на какую ступеньку прыгнуть. Потому что дальше они уже узнают, куда идти. Наши уже уходят. Блин, что делать, Кексович? Сюда? Я не могу, Кексович. Я уже забыла, куда прыгать? Руди, ты прикалываешься направо, наверное. Всё, у нас ещё одна кучка. Ребят, смотрите, как классно. Как-то неприятно себя ассоциировать с какой-то кучкой. Ты поставил лайкосик или нет? Скорее поставь и подпишись. Я тебе как дедушка Ленин говорю. Смотрите, нас догоняет сзади кучка. Кексович, мы тут долго будем стоять. О, они прыгают. Глянь, смотри, они прыгают. Наша кучка, молодец. Так, ну я очень хочу, чтобы та кучка тоже дошла. Смотри, все говорят, давайте сюда, прыгайте к нам, ребята. Мы без вас не справимся. Смотри, наши продолжают прыгать. Да такие смельчаки. Теперь главное не забыть. О, девочка, стой там правильно. Стой, стой. Вот эта девочка в розовой кофте, она вообще смельчак у них. Давай, девочка, я клянусь, я не помню, куда прыгать. Я не помню. Смотри, эта девочка отгадала уже несколько стекляшек. Так, короче, нас много. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь стеклышек, ребят. Да, ребят, нам осталось совсем чуть-чуть. И вот наша заветная золотишка ждет нас. Вау, прямо, прямо. Слушай, кажется, дальше тоже прямо и еще, а потом налево, а потом не знаю куда. Как ты думаешь, Кексович, налево? Я не знаю, Руди. Не знаю даже. Представляете, а если бы я прыгнула налево? Есть, ребята, мы прошли, мы прошли. В общем, друзья, не забывайте поставить лайкосик. Если не играли, попробуйте поиграть. На самом деле, очень весело. А что тут мы бегаем, скажи мне, Руди? Проходишь тут, вот видишь, несколько секунд находишься здесь. Мы снова тут в начале прыгаем и посмотрите, как это круто и весело выглядит. Как мы все вместе летим и умираем. Очень весело, Руди, очень весело. Посмотрите, какой у нас паровозик, какая волна. Ребятки, всем удачи, всех целую, обнимаю и всем пока-пока. Пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok